Итак, друзья, наконец-то к нам припёрло 10.30. Это долго я её ждал, на самом деле. Я думал, что придёт она без винта. Есть две версии, с винтом и без неё. Но та пиперка, которая называется вентилятором в данной видеокарте, это не вентилятор, поэтому забейте. В общем, что можно сказать по поводу видюхи? Ничего. Если вы набираете 5000 лайков, то мы сделаем обзор полноценный. Да. Сравнение двух видюх, трёх видюх. Я ещё хочу 560-ю посмотреть, и я её посмотрю обязательно и сравню. Если мы до четверга набираем 5000 лайков, то в пятницу выходит обзор сравнения вот этих всех видеокартов. Давайте перейдём к сборке. Что мы собрали под эту 10.30? У нас есть 45.60, пень, материнка, кстати, та же, что и сборки за 25 тысяч рублей. Это Asus H110MK, просто коробка там лежит, поэтому смотрю. Охлаждение на процессе у нас Gamma Archer Pro, он там тоже недорогой, на самом деле 600 рублей, по-моему, или 500. Можно было взять стоковый кулер, но, значит, как-то... Ну, и что у нас осталось? На всякий случай покажусь сюда. Жёсткий диск. Я сразу оговорюсь по этому поводу. То, что жёсткий диск я взял бы вообще SSD. Вот реально, взял бы на 120 гигабайт и хватило с головой просто. Какой-нибудь от Kingston нормально пошёл. Но, если вам нужно где-то хранить ваше видео, фото, там, мало ли, то можно взять какой-нибудь WD Blue или, не знаю, Toshiba. Тоже нормально подойдёт. Dishman, всё нормально, всё, как мы могём, как мы умеем. И тут уже косячит оператор. Я ему скидываю вот этот весь конфиг, он... Как вы думаете, что... Я ему сказал, возьми корпус и блок питания. Он подбирает корпус, берёт Aerocool VS1 и косячит с блоком питания. Я не знаю, каким образом он монтировал сборку за 25к, но он... В том ролике я говорил, что ни в коем случае не берите Xgate, возьмите FSP, возьмите, не знаю, Chieftech, Zalman, но... Aerocool... Там в комментариях многие плевались по поводу Aerocool, но это моё мнение, парни. Но не бери всякий Xgate и всё такое, это Китай. Он берёт Aerocool. Гениально. Спасибо, чувак, просто... В общем, если вы будете брать сборку нашу, то там уже не будет Aerocool, а там будет нормальный FSP, ну или Aerocool, скорее всего Aerocool, кстати, будет. И, ребята, если вы сами собираете, не берите это китайское говно. Это боль, печаль, разочарование. Вы же не офисником собираете, вы геймерском дешманскую станцию собираете. Да. В общем, у нас получилось как-то так. Надо перейти к сборке, наверное. Давайте я вам покажу, как мы собирали компьютер. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погнали тесты игры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше решил потестить World of Tanks И средние настройки графики Максимальный FPS 98 Минимальный 67 и средний 76 Все мы с вами знаем то, что World of Tanks Очень требовательная к процессору Но у нас Пентаг стоит В общем, как-то так Дальше Overwatch настройки средний Высокий, FPS 91 максимальный Минимальный 51, средний 66 FPS Очень плавно Не смотрите на FPS Действительно, очень плавная картинка Dota 2 Средние настройки графики Минимальный FPS 43 Максимальный 110 120 Где-то так В этих числах Ну а средний более-менее FPS Был на 79 Итак, Battlegrounds Да, мне многие просили внести в тест Именно эту игру Но все должны понимать то, что Сама игра очень Не очень оптимизирована Да Минимальные настройки графики Но мы решили поставить так же Ну, нам пришлось поставить 720 То есть 1280 на 720 И что мы тут видим? Минимальный FPS 27 Максимальный 70 Средний 48 FPS Ну, игра реально Очень плохо оптимизирована Это ранний доступ Поэтому Вы просили, мы потестили Нет ни радуги, ни CS Осталось только батла И на низких настройках графики Battlefield нам показывает Следующее значение FPS Средний FPS 53 Минимальный 45 Самый высокий FPS Зациклился на цифре 68 Типа для Battlefield это вполне нормально Не очень играбельно на самом деле Это вам не Overwatch В Overwatch вроде 66 Но там все плавно, нормально, четко Но в Battlefield слишком много экшена И как-то некомфортно играть Поэтому Как говорили в свое время На презентации Ребята из NVIDIA То, что 10 в 30 Больше направлено на какой-то Киберспорт Больше для таких вот Типа Dota, Overwatch и PS Так и осталось Ничего Большего я не узнал Ну да, там Battlegrounds можно погонять Но Но пока эту игру Нормально не оптимизируют Глупо На нее вообще как-то Вообще задумываться Но вот GTA порадовала Dash 50-60 FPS Вполне играбельные Очень Dash Хорошо И так Итоги по видеокарте Следующие NVIDIA Когда выпускали 10.30 Они говорили Видеокарта Для таких Средненьких Слабеньких Онлайн игр Ну или же Каких-нибудь Простых игр Типа Dota Overwatch И всего такого Так оно и есть На самом деле Да, она тянет GTA В 60 FPS Да, это все круто В Dota Вытягивает Бахает Вообще нормально Но Battlefield Battleground Радуга Я уверен Тоже самое Не подадутся Этой видеокарте Это типа Зачем Come on Ну Если у вас есть Лишние 5000 И у вас очень старый Компьютер Или у вас тупо нет Видеокарты Чего бы не взять? Да и все Мне понравилась На самом деле Видеокарта Но я хочу посмотреть 560 И сравнить ее С 10-30 И посмотреть вообще Что там да как В общем Помните наш челлендж По 5000 лайков Не забудьте подписаться На наш канал Также обязательно комментируйте Именно так вы сможете Крякнуться Спасибо, Саида У меня на этом все Участливо Участливо И так друзья Это второй выпуск Ударит или не ударит И сегодня мы будем Анбоксить корпус От АРКУ Это ВС1 У нас он уже был В каких-то роликах В каких-то сборках В общем Кто первый раз Присутствует На анбоксинге корпуса И вообще она ударит или не ударит Не помню на какой сборке У нас была уже эта рубрика Я уже не помню Но суть такая то Что вы должны предсказать Остановить ролик И написать в комментариях Ударит ли меня током Или же все-таки нет Второй раз мимо Чувак Второй раз Кому надо В общем Заберите пожалуйста Да мы видели ее Мы записываем ролик Аааа Давайте все вместе посмотрим Новые публикации КАЗЕКУЗИ Хэштег КАЗЕКУЗИ КАЗЕКУЗИ